Ну, наверное, самое главное это то, что мы играли с очень сильной командой. Они не играют никогда в полсилы, они играют на максимальных своих оборотах. Мы наделали ошибки, о которых знали. Атлетика Мадрид, наверное, самая быстрая команда, которая отбирает мяч после потери. И мы сами себе два мяча, можно сказать, привезли. Юрий Павлович, Антон Мирочук, эпизод в первом году. Вместо того, чтобы отдать пас на вбегание брату, пошел в обводку, пытался прокинуть мяч между ног. Это очень грубая ошибка, как вы считаете? Конечно, это очень грубая ошибка. Уровень надежности должен быть у всех значительно выше, чем он был сегодня. Поэтому Атлетика Мадрид нас на этих ошибках и наказала. Юрий Павлович, зато теперь можно сосредоточиться полностью на чемпионате. Все, Лига Европы закончили. Давайте поговорим о сегодняшнем матче, который закончился. А потом будем думать, на чем сосредотачиваться. На Атлетике Мадрид может закончиться у любой команды и очень быстро. У вас есть объяснение, почему сегодня Гильермо играл настолько нервозно? Ну, во-первых, при подачах, которые были достаточно сложные, с углового, боковые и штрафные, он, наоборот, уверенно сыграл. Он неуверенно сыграл. Наверное, мог выручить в этом первом мяче. Первый мяч, все шло в целом у нас неплохо и нормально. Было давление со стороны Атлетика, но таких явных голевых моментов не было. Это первый мяч, который забил, он, конечно, раскрыл. И здесь Гильермо обязан брать такие мячи. Юрий Павлович, оцените, пожалуйста, действия Михаила Лысова сегодня. Хорошо то, что Михаил Лысов впервые вышел на такой матч. У каждого бывают ошибки. До него ошибались тоже игроки. Но самое главное, он почувствовал эту атмосферу, он почувствовал, как играть с игроками мирового уровня. Я думаю, это ему большой плюс будет в дальнейшем. Юрий Павлович, вам сегодня было стыдно за команду? Ни в коем случае. Сентил вергвенца по суэкипу? Ни в коем случае. А какие плюсы в этом матче вы бы делили для своей команды? Какие cosas позитивы, Суго? Позитивы. Какие периоды мы играли на равных с Атлетикой и очень хорошо в тактическом плане. Но, наверное, еще нужно учитывать, что это старт сезона. Наверное, нужно учитывать то, что не играли два ведущих игрока в атаке. Вот вы сегодня спрашиваете, почему в атаке мало что получалось. Но не играло два ведущих игрока, которые могли создать острейшие ситуации. И этот момент. А я только вижу, кроме результата, все остальное положительное. Игроки получили громадный опыт. Они боролись, они сражались. Но эта команда сильнее была. Вот и все. Это часть футбола, часть жизни. Юрий Павлович, насколько вы рисковали, выставляя «Черлоку» после 11-месячного перерыва? И насколько он оправдал ваши ожидания? Ну, во-первых, он уже здоров чисто физически. Игрок такого уровня должен играть. Поэтому он сегодня и вышел на этот матч. Он опытен. На мой взгляд, он неплохо играл. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова